Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка вы знаете уже, что прошел первый концерт, внесенного в перечень физлиц, выполняющий функции иностранного агента на территории РФ с Министерством РФ Галкина. Много чего он там наговорил, сравнил себя с Иисусом Христом. Но уже вы написали в комментариях, я абсолютно согласен, что в палате номер 6 там много таких, сравнивающих себя с разными, скажем так. Да, но это просто за гранью, я считаю, шутить и включать в программу, если можно так назвать, юмористического концерта, потому что все-таки больше у него все это попахивает какими-то политическими митингами, религию каким-то образом затрагивать. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо, ни в каком виде абсолютно. Помимо всего прочего, он заявил, что жалеет, что не может больше зарабатывать в России для Украины, для сопредельного государства. Он так и сказал, зачем я вот захожу, он говорит, мне хочется их прямо и вот так, и вот так, и вот так. А потом я захожу, он говорит, за кулисы, и думаю, ну зачем я вот это сказала? Зачем я сейчас, зачем я сегодня это сказал? То есть он сожалеет о некоторых своих высказываниях, но ему хочется, как он сказал, и вот так вот их, и вот так вот их. Это имеется в виду нас, Россию. Да, но сожалеет он о том, что не может зарабатывать в России для сопредельного именно государства. Как интересно, когда он здесь зарабатывал, он деньги, куда эти все отправлял? И, собственно говоря, знаете, как говорят, иностранным агентам признают за иностранное финансирование. А не признают, если ты финансируешь что-нибудь? Или это уже другое? Я имею в виду, что у него это так получается. Хотя и то, конечно, есть, но здесь и в этом смысле. Он поприветствовал свою российскую публику на языке сопредельного государства и начал выступление. То есть он рад россиянам, которые пришли, купили билеты, люди смеются, но приветствует на языке сопредельного государства. Со сцены Шумен заявил о том, что пожалел, что высказался против проведения операции, так как теперь не может зарабатывать много денег и отправлять их в сопредельное государство. Понятно? То есть сейчас бы он, если, например, высказался против, он бы сидел тихо, здесь бы изнутри, как пятая колонна, подтачивал страну, зарабатывал бы деньги и отправлял их в сопредельное государство. Он жалеет об этом. Друзья, что я хочу сказать. Есть концерт, есть запись концерта. Наверняка, если захотите, можете в интернете найти, можете у меня в телеграм-канале Будда Гришна новости посмотреть. Я думаю, приличный человек не то, что слушать или говорить, он даже подумать не подумает, то, что произносит вот этот персонаж. Что здесь скажешь? Да хорошо, что они уехали. Хорошо, что они показали свои лица. Очень хорошо. Было бы гораздо хуже, если бы он продолжал сидеть на Первом канале. Продолжали они протаскивать на сцену людей цвета неба, и Пугачевщина бы процветала. И он бы вел свою деятельность, зарабатывая деньги и выводя их в сопредельное государство. Замечательно, что показали свои лица и уехали вовремя. Надо было раньше это сделать. Когда они, можете проверить мои слова, 14-й год, новая волна в Юрмуле. Они все одеты в цвета сопредельного государства. В 14-м году. Так сколько лет они вели здесь такую деятельность? Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Все из разных источников в одном месте. Фото, видео, хроника, все последние новости. Политика с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, политика без купюр теперь во вновь созданном канале Будда Гришна на Рутьюб. Площадка Рутьюб. Неплохое, кстати говоря, место. Очень хорошее качество видео. Могу отметить, что много позитивных изменений. Поэтому переходите, смотрите, слушайте, комментируйте, подписывайтесь. Рутьюб. Канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. ПОПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова